Здравствуйте дорогие друзья! В этом мастер-классе я поведу речь о установке недорогого смесителя для ванны при проводимом ремонте в ванной комнате. И обратите внимание, сколько он стоит. Но это вовсе не значит, что он плохого качества, просто это бюджетный вариант, выполненный из тонкостенной латуни. Смесители же, выполненные из солумина, понятное дело, стоят еще дешевле, и в этом видео я о них речь вообще затрагивать не буду. И не советую вам такие, так скажем, супер дешевые экземпляры покупать, так как считаю, что качественные смесители должны быть выполнены только из цветных металлов, и ни в коем случае не из отходов производства. Очень часто задают такой вопрос, а как правильно выбрать качественный смеситель? Отвечаю сразу всем и одним разом. Здесь все очень просто. Сразу же обратите внимание на цену того смесителя, который вам приглянулся, и на его вес. Качественные смесители довольно-таки немало весят, и их вес прямо-таки здорово ощущается прямо в руке. И понятное дело, такие экземпляры дешево стоят, но никак не могут. Итак, особо не затягивая, сразу же перейдем к установке данного экземпляра. И это видео я отснял специально для тех товарищей, которые вообще никогда в своей жизни не меняли своими руками подобные приборы. В комплекте любого смесителя идут вот такие вот эксцентрики. В моем случае их сначала нужно вкрутить в эти фитинги, торчащие из стены. И делать я это буду при помощи льна и сантехнической пасты. И начну я с того, как правильно накручивать льон на резьбовые соединения. Лично я делаю это следующим образом. Беру примерно вот такую длину косички льна и начинаю накручивать с конечной части резьбы на ее начало. Так как мне так делать намного удобнее. Захватив при этом одновременно при накручивании и хвостик вот таким вот образом, чтобы его зафиксировать. Весь смысл накрутки льна на резьбовые соединения заключается в том, чтобы скрыть под ними резьбу. Вот и все. Если вы в своем случае намотали льна на резьбовое соединение лишнего, то ничего страшного в этом нет. При закручивании эксцентрика в водорозетке лишнее все равно выдавит наружу. Накручивать льон на резьбу нужно в противоположную сторону от той, по которой вы будете вкручивать эксцентрики в водорозетке. То есть, чтобы льон при вкручивании не задирался. Накрутив льон на резьбовые соединения, далее наносим на льон сантехническую пасту. И затем вкручиваем все это дело в водорозетке. Также многие сантехники вместо сантехнической пасты используют и силиконовый герметик. Хорошо это или плохо, судить я не собираюсь. Ну уж точно лучше, чем совсем ничего. Теперь касаемо сантехнической пасты. Для чего она вообще нужна? Многие незнающие думают, что она играет роль дополнительной герметизации поверх льна в резьбовых соединениях. Но это вовсе не так, так как паста просто-напросто обеспечивает защиту самого льна от, так скажем, его быстрого гниения. Так как герметичность в резьбовых соединениях достигается благодаря набуханию льна во влажной среде резьбовых соединений. Вот и все секреты, друзья, касаемо этой темы. Почему эксцентрики имеют именно такую смещенную форму, думаю многие из вас уже догадались. Верно, чтобы можно было без особых проблем установить смеситель, если при его установке вы столкнетесь с расхождением в размерах. То есть стандартное расстояние от центральной части одной установочной гайки смесителя до другой это 150 мм. И если торчащие из стены водорозетки будут иметь, к примеру, чуть большее или меньшее расстояние друг от друга, то, понятное дело, при помощи этих самых эксцентриков вы эту проблему сможете с легкостью решить, то есть просто их отцентровав. Но здесь есть одна скрытая проблема. При этом мы можем потерять и уровень устанавливаемого смесителя. Если расхождение минимальное и то, что смеситель стоит чуть косо, это особо в глаза со стороны бросаться не будет. Но если расхождение приличное, то, сами понимаете, ничего нормального из этого не получится. Потому-то еще до проведения отделочных работ, когда производится монтаж водопроводных труб, чтобы избежать в дальнейшем подобных проблем, я рекомендую устанавливать именно вот такие готовые водорозетки. И именно по уровню. Теперь касаемо того, какой уплотнительный материал все же лучше использовать при установке смесителя. Что же лучше, фум-лента, либо лен с применением сантехнической пасты? Скажу сразу, оба уплотнителя хороши, но тут важно понимать, где какие стоит использовать, а где нет. Если вы уплотнили резьбовое соединение при помощи фум-ленты, то в таком случае эксцентрики уже нежелательно поворачивать в обратную сторону. Ну, если, к примеру, вам придется при установке смесителя отцентровать эксцентрики по отношению к смесителю. Так как в таком случае велика вероятность, что герметичность на резьбовых соединениях нарушится. Впоследствии чего вполне возможно может появиться течь. В случае же уплотнения резьбовых соединений при помощи льна, при необходимости у вас будет возможность сделать четверть оборота в обратную сторону, без потери герметичности в резьбовых соединениях. Но только на четверть оборота, и не более того. Думаю, такой небольшой нюансик касаемо этих двух самых распространенных резьбовых уплотнителей теперь поможет многим начинающим при установке каких-то либо сантехнических приборов установить их более качественно. Вкрутив эксцентрики в водорозетке, прежде чем устанавливать смеситель, нужно сначала проверить герметичность соединений. Некоторые сначала ставят для этого смеситель, а затем, включив подачу воды, проверяют все это дело на подтекание. Я же делаю еще проще. У меня для этих целей в моей разноске всегда со мной катаются вот такие латунные заглушки и прокладки к ним. Я их вкручиваю, далее включаю вентиль подачи воды и проверяю. Если все ок, а это всегда именно так, затем устанавливаю смеситель. Вкручиваем сначала отражатели, да и кстати, прежде чем это делать, не помешает сначала заделать щели между плиткой и водорозетками силиконовым герметиком, чтобы вода, не дай бог, брызгая на плитку и затекая за отражатели, не попадала за саму плитку. Так что, друзья, при установке смесителя помните о всех этих немаловажных нюансах и будет вам счастье с качественно установленной сантехникой. Вкрутив отражатели, далее можно установить и сам смеситель. В комплекте к смесителю идут вот такие или подобие этому прокладки, которые вставляются в гайки смесителя и затем все это дело вкручивается в эксцентрике. С прокладками для смесителя есть еще один небольшой нюанс. Как видите, с одной стороны она не гладкая, а с другой гладкая. Так вот, негладкой стороной, то есть там где находятся вот эти вот полоски, если сейчас видно на камеру, вставляем данную прокладку в установочную гайку смесителя. А гладкой стороной данная прокладка будет прижиматься уже при вкручивании к эксцентрику. Гайки нужно вкручивать равномерно, чтобы не было перекосов. А потом также и затягивать ключом. Но и здесь есть еще один нюанс. При затягивании ключом, во-первых, не перестарайтесь, чтобы не пережать и не перерезать саму прокладку. Ну и второй немаловажный момент. При затягивании гаек на смесителе ключом, используйте, к примеру, тряпку, чтобы не поцарапать хромированное напыление ключом на гайках смесителя. С точки зрения эстетики, в идеале правильно установленный смеситель примерно должен смотреться как-то вот так. То есть, когда эксцентрики полностью скрыты с поля зрения. Если же при установке смесителя вы столкнулись примерно вот с такой вот бедой, то ничего страшного в этом нет. Чтобы добиться вот такого результата, нужно просто укоротить эксцентрики. К примеру, при помощи болгарки. И, разумеется, делать это нужно с задней части эксцентриков. То есть, с той стороны, с которой они впоследствии и будут вкручиваться в водорозетки. Если, к примеру, вы по этому поводу не хотите заморачиваться, либо у вас нету под рукой режущего инструмента, можете просто сходить в магазин и купить более короткие эксцентрики. В общем, с этим никаких проблем у вас не возникнет. Далее, стороной гайки вкручивается смеситель шланг дождика. А в конусообразный сам дождик. Предварительно ставят с той и с другой стороны прокладки. Установив гусак, в моем случае можно теперь сказать, что установка смесителя на этом завершена. Касаемо дождика и гусака, если они вас чем-то не устраивают, ну, к примеру, своим внешним видом, их всегда можно приобрести отдельно, как и держатель для дождика, которого, кстати, не оказалось в комплекте этого смесителя. Ну, собственно говоря, и понятно почему. Конечно же, для удобства использования дождика я его тоже поставлю, когда его подвезут. Ну, а как он устанавливается на плитку на примере бетонной стены, вы это сейчас можете наблюдать на своих экранах на примере другого объекта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заказчик приобрел вот такой вот недорогой вариант. Стоит он что-то около 120 рублей, и он еще более-менее функциональный, то есть он поворотный. И сейчас я вам покажу, как он крепится к стене. У данного держателя есть вот такой вот проем, ближе к днищу, куда нужно надавить каким-нибудь острым предметом. Если вот видно сейчас на камеру, там есть такой фиксатор своеобразный, то есть он выдавливается. И надавив чем-то острым, нужно просто, опа, вот таким вот движением отжать данную крепежную чашу. Вот она. И там же внутри у нас лежат и крепежи. Установка даже таких легких вещиц к стене, как эта, понятное дело, нужно производить надежно. И так как в этом случае стены в этом помещении были выполнены из гипсокартона, по поверхности которого и производилась впоследствии укладка этой плитки, еще при сооружении каркаса из металлопрофилей, в каркасе мною изначально был смонтирован один из стоечных профилей так, чтобы впоследствии можно было качественно сгрепить данный держатель для душа сквозь плитку и гипс, прямо в металлопрофиль. И понятное дело, я знаю, где он именно находится, так как он изначально был мною отмечен в проекте, еще при возведении этих перегородок. Сейчас мне остается только разметить, на какой высоте по желанию заказчика будет закреплен данный держатель для душа, и затем просверлить отверстие в плитке. В своем случае для этих целей я буду использовать победитовое сверло. В общем, делаем все так же, как вы это могли наблюдать чуть ранее, из отрывков видеоролика при крепеже держателя для душа на примере каменной стены. Сначала нужно накернить плитку, чтобы сверло при входе в керамику не соскальзывало с глазури. И не обязательно это делать саморезом. Можно это также проделать тем же самым победитовым сверлом, либо вот таким вот острым бородком. А потом приспокойненько сверлим, не боясь ошибиться, с перекосами. Крепежи, которые шли в комплекте с держателем для душа, в моем случае бесполезны. Для крепежа держателя я буду использовать специальные саморезы по металлу, вот в такой вот мелкой резьбой. Еще их называют саморезами для крепежа гипсокартонных листов. В общем, друзья, закреплено все намертво. Не оторвать. Как видите, фиксатор у держателя находится наверху. И вот этого отверстия, находящегося на держателе, видно не будет. Все. А у меня, друзья, на эту тему на сегодня все. И мне остается с вами лишь попрощаться и, как всегда, пожелать вам только качественного ремонта в ваших жилищах. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на группу будет в описании под этим видеороликом. Обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok